Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Но многие предпочитают до последнего скрываться от бывших жен, банков и судебных приставов. У нас в гостях исполняющие обязанности руководителя управления службы судебных приставов Паризанской области Оксана Никонова. Вы подвели итоги первого полугодия. С какими результатами пришли? Какие выводы сделали прежде всего? Результаты нельзя сказать, что прям совсем положительные такие, но тем не менее есть над чем работать, есть что еще совершенствовать. В общем, если чисто по цифрам сказать, то у нас увеличилось, значительно увеличилось количество исполнительных документов, поступающих на исполнение за счет исполнительных документов спецуполномоченных органов. Как всегда, работу нам прибавляет ГИБДД, пенсионный фонд, ну и, соответственно, органы полиции. Неплохо сработали по исполнительным документам о выдворении, об обязательных работах, по алиментам, опять же, все на том уровне. И стабильность, скажем так, признак, наверное, хороший. Заработная плата в этом году увеличилась по сравнению с прошлым годом. И нельзя сказать, что пока что имеет положительную тенденцию по сравнению с прошлым годом. К сожалению, такие предприятия у нас, как УАЛ Бройлер Рязани, они пока вот у нас дают минусы. Тогда спрошу о том, что СМИ волновало. Это прежде всего дом на улице Ленина и незаконные постройки в Константиново. Вот эти вопросы прокомментируйте, пожалуйста. Значит, дом на Ленина в настоящий момент исполнительные действия никакие по этому дому не проводятся. Потому что в соответствии с решением суда должнику предоставлена отсрочка до 1 сентября. Наступит 1 сентября, судебный пристав выйдет, проверит, как ведутся работы, выполнено ли все в полном объеме. Если, соответственно, мероприятия, которые были прописаны по решению суда, не будут выполнены, то будут применяться соответствующие меры. По Константиново могу что сказать, как уже и ранее говорила, что на исполнение исполнительных документов по Константиново, по сносу каких-либо незаконно возведенных строений у нас на исполнении до сегодняшнего дня нет. Наверное, нет, потому что должник не зарегистрирован на территории Рязанской области. И, скорее всего, он будет являться должником в службе судебных приставов по городу Москве. Как вы сейчас находите своих должников, кроме рейдовых мероприятий? Есть же какая-то особая система, которую наши телезрители тоже должны знать? В последнее время мы больше стараемся обратить внимание и использовать такие методы, как я говорю, электронного взаимодействия на должников, воздействия на должников. Нам предоставлено право электронного списания денежных средств со счетов должников, особенно если их денежная сумма не превышает 3000 рублей. То есть здесь получается так, что при поступлении исполнительного документа автоматически уходит запрос в банк, допустим, в сберегательный банк. И при наличии положительного ответа денежные средства также автоматически списываются. Поэтому нужно, я бы рекомендовала должникам, почаще заглядывать в наш банк данных исполнительных производств, проверять себя на наличие задолженности и своевременно ее гасить теми способами, которые там предложены. Как всегда, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Много в этом году осталось с чемоданами здесь, в России? Более 1700 человек. Но это еще не предел. Поэтому сейчас мы более предметно работаем по ограничению права выезда с должниками, кто не уплатил налоги, имущественный налог, транспортный, земельный и так далее. Эта мера сейчас идет самая активная, поэтому до сентября мы ее в полном объеме отработаем. А должников по налогам у нас более 11 тысяч. Это все-таки в основном все солидные люди, да? Вот если долг, чем больше долг, тем больше недвижимости есть у должника. Они пытаются найти какие-то незаконные выходы и систему вообще, чтобы скрыться? По имущественным налогам я бы не сказала, что кто-то умышленно как-то уклоняется. Наверное, просто несвоевременно получает информацию, несвоевременно платит свои долги. Потому что, как правило, получается так, что как только ограничение права выезда за пределы Российской Федерации выставляется, и сразу предоставляются квитанции об уплате или сразу идут платить. Вы нас тоже неоднократно приглашали на рейды, я так понимаю, по алименщикам. Вот как ситуация с ними обстоит? Меняется ли какая-то тенденция? Может быть, это больше безработные, не очень социально обустроенные люди? Или там бывают разные контингенты? Если по количеству исполнительных документов, которые есть у нас на исполнении, то оно стабильно, как я уже и говорила, 8,5 тысяч. Но на сегодняшний день есть один положительный момент в плане того, что должники, которые были социально не совсем богополучны, в этом году их больше трудоустраивается. Мы выдаем направление в центры занятости, и они или встают как безработные, или находят работу. Если в прошлом году у нас таких было только полторы тысячи, то в этом году их больше двух тысяч уже те, которые работают, нашли работу и платят за должность. А что стало стимулом к этому, как вы думаете? Направление в центры занятости. То есть увеличилось значительное количество направлений в центры занятости, и мы их более тщательно отслеживаем, чтобы они туда непосредственно доходили. У вас же есть обратная связь с жителями? Какие вопросы чаще всего задают? Что их волнует, что им непонятно? И как, собственно, узнать, как оно есть на самом деле? Что их больше всего волнует? Наверное, то, что арестовываются их счета. Как я уже и говорила, зарплатные карты и остальное. Больше задаются вопросов по алиментам. Например, каких? Могу ли не платить, платить поменьше? Фиксированная сумма какая-то? Как взыскать? По фиксированным суммам больше всего, да. Как взыскать? Как взыскать алименты, если сумма официальная заработка 7 тысяч, а фактически у него гораздо больше. Много вопросов задают по жилищно-коммунальным платежам, потому что у нас их тоже увеличивается с каждым годом. Почему? Не совсем, может быть, даже наш вопрос про стоп-тарифы и все остальное. Но, тем не менее, разъясняем. Общественную работу какую-то вы проводите. В том числе, спрошу я об акциях. Их у вас всегда много, обычно в каких-то крупных торговых центрах. Опять же, для того, чтобы быть ближе к жителям. Ну, в настоящий момент на постоянной основе на протяжении уже трех месяцев и еще последующих трех будет проводиться «Узнай и заплати налоговый платеж». Мы проводим эту акцию совместно с налоговыми органами и с органами ГИБДД на постах. Эта акция, она уже, как бы, постоянная. Вот, ну, работу проводим на постоянной основе с подшифным детским домом, с монастырем Феодора Старстилата, который непосредственно к службе приставов относится. Ну, и вот недавно вернулись в вахту памяти. И в этом году она тоже прошла. Откуда вернулись ваши сотрудники, в каком количестве и, самое главное, с какими результатами? В этом году мы принимали участие в вахту памяти. Это на Кривцовском мемориале в город Болхов Орловской области. Принимало участие пять человек, как и в прошлом году. Пока мы лагерь, скажем так, свой отряд не увеличивали, но планируем это в следующем году. Кстати, едут по своей инициативе. У вас есть какой-то специальный отряд подготовленный? Мы всего в вахте памяти принимаем два раза только участие, при том, что она проводилась четыре сотрудники, те, которые и были в прошлом году. То есть, кто уже видел, как это проводится, уже, скажем так, частично подготовленные к этому. Вы тоже ездили, правильно? Да, я принимала участие тоже лично. Вот хочу спросить, как женщину, прежде всего, есть какой-то волнительный момент, есть какие-то особенности работы там? Потому что работа на месте, вот здесь, да, она совершенно иная. Да, конечно, она отличается. Мне, например, вот, как вы скажете, как женщине, да, мне, наверное, было морально тяжеловато, потому что очень большое количество погибло на этом участке, более 200 тысяч человек. Проводили мероприятия по отысканию снарядов, там, каких-то, какой-то атрибутики военной, да, людей. За весь период вахты было поднято 172 человека. Вот в день моего приезда конкретно был поднят российский солдат. Как определили, что это именно наш русский солдат? Вот, у него была фляжка наша, российская, потом же лопата. Документов всего из 172 человек было найдено только 4 жетона. И то только по одному жетону можно было определить, откуда этот человек. Это наши соседи, Тульская область. Вот, ну, сейчас будут отыскивать уже его родственников. По сравнению с прошлой вахтой народу было гораздо больше, то есть поисковых отрядов больше. Принимало более 200 человек, это 45 субъектов. А что лично вам вот эта поездка дала? Наверное, в каждой семье есть, что кто-то остался на войне, да, кто-то не вернулся, кто-то вернулся, и потом от ран умер. У меня два деда, они оба принимали участие в Великой Отечественной войне. Один после войны скончался от ран, а второй долго прожил, но теперь уже, к сожалению, тоже уже его нет на месте. И, знаете, когда беседуешь вот с ними, с обоими, да, они тяжело всегда это воспринимают. Ну и давайте вернемся к непосредственной работе, все-таки о долгах. Какой бы совет вы дали нашим телезрителям, может быть, какой-то категории отдельной телезрителей, у которых сейчас непростая ситуация, либо они скрываются, либо они предпочитают оставаться в неведении, не знать о своих долгах? Если наш должник или потенциальный должник, он заведомо знает, что он будет когда-то являться должником Федеральной службы судебных приставов, или уже таковым является, я бы рекомендовала не замыкаться в себе, не уходить куда-то и не убегать от долгов. Они все равно найдут, а своевременно обратиться в службу. И судебный пристав всегда порекомендует, потому что всегда есть выход из положения. Если он находится в трудной жизненной ситуации, то можно обратиться в суд за рассрочкой, отсрочкой платежа, или установить какой-то определенный фиксированный платеж, чтобы не загонять себя в угол совсем. Ну и, конечно же, своевременно проверять себя в банке данных исполнительных производств, чтобы не попадать в разрад невыездных. Это была программа подробностей. До новой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok